Ваше высокопреосвященство Ваше высокопреосвященство Тем не менее, находясь в чистоте, в порядке, видно, что с любовью все украшено. Хочется всех вас поздравить, поприветствовать и еще раз напомнить вот эти грозные слова, которые мы слышали сегодня в Евангелии о двух должниках, о двух долгах. И мы понимаем, что это Евангелие не только о Царстве Небесном, а еще о каждом из нас с вами. О том, что у нас есть перед Богом неоплатный долг, каждый знает. Господь дал нам жизнь, вдохнул жизни, дал тело, дал землю, поручил нас в руки родителям, друзьям, дал нам возможность жить в такой замечательной стране. И мы за этот долг с Господом никогда не расплатимся, всегда будем должны. И вот те краткие слова благодарственных молитв, прошений, которые сегодня возносились за Божественной Литургией, это то малое, что Господь от нас ждет и что мы можем Ему приносить по этой жизни. Но в притче был и второй долг, маленький, который один человек был должен другому человеку. И у нас тоже есть такой долг. Мы должны людям, конечно, прежде всего, тем людям, которые жили до нас с вами. Все же знают, когда человек строит дом, сажает сад, обрабатывает землю, выходит на войну или отдает свою жизнь, он говорит, это не для меня, это для будущих поколений, для того, чтобы наши дети, внуки жили и были счастливы. Вот мы с вами, дети, внуки, прапраправнуки, тех людей, которые жили на нашей земле, которые жили и подвязались здесь, на этом месте, в этой святой обители. Они возносили молитвы о своих потомках и этим самым даровали нам возможность делать то же самое. Если бы они не родили, если бы они жили в лености, в разгульстве, в пьянстве, они бы не построили этого храма, они бы не построили иных храмов, они бы не воспитали своих детей, которые передали нам православную веру. Они это все сделали. И мы приняли сегодня, имеем веру и надежду наследовать Небесное Царство благодаря им. Что мы можем им воздать? Ну, конечно, мы можем за них молиться, благодарить Бога и поминать их святые имена в своих молитвах. Но наш долг мы можем воздавать им еще тем, что подражать им, воспитывая детей, воздвязая храмы, строя дома, сажая сады, возделывая землю, принося каждой свою посильную жертву и благодарность Богу людям на этой земле. Я бы хотел сегодня поблагодарить Бога, поблагодарить тех, кто здесь, на этом месте уже 400 лет трудился, подвязался, и поблагодарить их и пожелать, призвать каждого из вас помнить и подражать им в том добре, которому они учили и учат нас. Конечно же, сегодня слова, особые слова благодарности Игумене Магдалине, которая по благословению высокопреосвященнейшего митрополита Кирилла, ныне Казанского и Татарстанского, как некогда Авраам вышел из земли Харран, вот так же Матушка вышла из обустроенной обители, где все было хорошо, и пришла сюда, чтобы полагать свою душу, силы, сердце в трудах по благоустроению этой обители. Матушка, у вас милостью Божией получается на радость нам, грешным, и я думаю, что во славу Божию. Вас, всех сестер, хочется поблагодарить. И, конечно, сегодня хочется сказать слова благодарности тем людям, которые уже много лет полагают большие усилия в устроении этого места, этого монастыря. И один из тех, кого знает каждый человек, кто живет на нашей Екатеринбургской земле, в свое время, вопреки логике, вопреки всем законам экономики, он говорит, что денег не было, чтобы выплачивать зарплату людям, а он какие-то малые, посильные, порой очень большие ресурсы направлял сюда, чтобы восстановить храм и обитель. Я сейчас говорю об Эдуарде Эдгардовиче Роселе, когда он был губернатором нашего региона, и он сегодня направил Матушке Магдалине поздравительную телеграмму. Я с любовью зачитаю эти добрые слова. Дорогая, досточтимая Матушка Магдалина, сердечно поздравляю вас с 400-летием Покровского женского монастыря. В Верхотуре городок маленький, но его молитвами живет вся Свердловская область. Я счастлив, что Господь дал мне возможность приложить свою руку и сердце к восстановлению духовной столицы, Среднего Урала и вашей обители. Много лет назад, когда я еще был главой администрации Свердловской области, в тяжелое смутное время изменения общественно-политического устройства в России, в тайге, в заброшенном охотничьем доме, я нашел почерневшую старую доску, на которой едва проглядывался чей-то образ. Сам не знаю, почему я взял ее в заплечный мешок и отвез в Екатеринбург, передал музейщикам. Каково же было наше удивление, когда выяснилось, что в тайге мне явился сам праведный Симеон Верхотурский. Это было словно знак свыше, что начинать поднимать область, ее экономику, промышленность, социальную сферу надо начинать с Верхотурья, восстановить его святые обители, получив духовное покровительство и молитвенное заступничество милостивого святаго Симеона и блаженного Косьмы Верхотурских. Конечно, сделано было много, но и сегодня обитель нуждается в постоянном внимании, в реставрации, улучшении, расширении культурно-образовательных пространств, мастерских. И я очень надеюсь, что мои преемники, нынешнее руководство Свердловской области, не оставят без внимания эту, пожалуй, главную составляющую развития региона. Сегодня под вашим началом Святопокровский монастырь стал не только одним из духовных центров Свердловской области. Обитель – своеобразные скрепы, сохраняющие традиционные уральские промыслы, культуру старинных праздников и обычаев. Уникальные вышитые ризы для образов, сделанные вашими руками и руками монахини, настоящее произведение искусства. Фигурные пряники, молочная продукция, тепличное хозяйство, в котором собираются урожаи не только традиционных для Урала овощных культур, но и отменный виноград – пример самобытного ведения монастырского хозяйства. Все это – гордость не только обители и верхотуре, но всей Свердловской области. В дореволюционной России монастыри всегда были центрами развития. И сегодня монастырь, возглавляемый вами, удивляет и восхищает своими гуманитарными и просветительскими проектами, при этом сохраняя главное, неукоснительно совершая ежедневные богослужения, сестры читают несыпаемую псалтирь, молятся о помощи Божией нашему краю, его удивительно трудолюбивым и добрым людям. В дни юбилея желаю вам и всем сестрам крепкого здоровья, душевного мира, благодатного покрова Царицы Небесной и щедрой помощи Божией в дальнейших трудах ваших. Искренне ваш, сенатор Российской Федерации, президент Международного Демидовского фонда Эдуард Эгардович Росель. Мы с радостью зачитали это обращение. Эдуард Эгардович хотел быть сам здесь с вами, но сегодня находится далеко от Екатеринбурга и Верхотурья, но обещал по возвращению матушка обязательно все это сказать вам еще лично. Мы сегодня благодарим, конечно же, правительство Свердловской области, лично губернатора нашего региона Евгения Владимировича Куйвышева за то внимание, которое они уделяют сегодня Верхотурью. И вот мы знаем, что Свято-Николаевский Верхотурский монастырь облекается сегодня, главный собор его облекается в леса и будет проводиться, уже проводится масштабный капитальный ремонт, реставрация этого святого храма. Я надеюсь, что монастырь, как Никольский, так и ваш, обретут былую, а потом еще и большую славу трудами людей. В этих трудах принимает участие фонд, уже известный каждому, наверное, жителям нашего региона, фонд Святой Екатерины и его главные учредители, и Андрей Анатольевич Казицын, и Игорь Алексеевич Алтушкин, и Андрей Моисеевич Симоновский, все они с большой любовью относятся и к Верхотуре, и к вашей обители. Я надеюсь, что все это Господь примет и приумножит. Мы с благодарностью сегодня здесь приветствуем. Губернатор региона не смог прибыть, понятно, сейчас очень непростые времена, не смог прибыть, но направил заместителя губернатора Свердловской области, руководителя аппарата губернатора Свердловской области и правительства нашего региона, Валерия Аркадьевича Чайникова. Он прибыл по велению сердца с супругой, как паломник еще вчера. Мы с радостью приветствуем, благодарим, и надеюсь, что какое-то доброе слово тоже обратите. Хочется поблагодарить сегодня каждого и каждую. Безусловно, всех руководителей и все те организации, которые годами помогали, сугубо, Алексея Петровича Воробьева со всеми его помощниками. Ну, если сейчас будем перечислять, то я думаю, что солнце зайдет, а мы еще не остановимся. Поэтому благодарим сегодня всех. Пусть Божие благословение прибудет на каждом из вас и из тех, кого нет. Продолжение следует...